Ну пипец, разработчики сервера Ариид не перестают меня удивлять. Вот класс Монах мой любимый, один из любимых классов, так сказать, на сервере Ариид, они полностью изменили, переделали, и ему дали тот навык, который я зачем-то приобретал через Shadow of Dance сервера, через снеготанцора, и чтобы Defense Roll нужно получить много чего еще. А оказалось, он бесплатный дается, и ловкости там надо было много, чтобы получить. В угоне нет, первый атаки самый классный навык, один из классных. Epic Dots дается бесплатно Монаху на 8 уровне, соответственно, пришлось переделывать билд, и я переделал его, у меня чистый Монах теперь со спелл резистом 50, сейчас покажу. А соответственно, это будет одно из крайних видео, потом я попал, наверное, здесь как бы надо. А то под каждым видео пишу все, это точно все, и снова возвращаюсь. В общем, все тут переделали, вообще много, читать внимательно, вот Ариид, Чангис, изменения на данном сервере, иначе можно, как говорится, опрофиниться. Ну это я по этому, по простому, деревенскому говору. Сейчас смотрим видеоигру саму, ДНДРПГ игру на интернете, и смотрите, как передел. А я еще удивился, я почему это заметил, смотрю, опа, так у меня на Монахе силовом, откуда эпикдотша появился, если он должен по ловкости появляться. А я не читал, вот мне важно читать изменения на сервере, обязательно, того же на все, прежде чем фиксы, правки вот эти вот обязательно, вот читать, вот, вот, все, вот. Читайте все, Чангис, где написано, что оно изменено. Обязательно все надо читать, чтобы не ошибиться. Не наделал я всего. Возможно, что-то уже бесплатно дано. Возможно, уже что-то бесплатно дано, хоть не договорил. И это, соответственно, не нужно приобретать, ё-моё. Что ж я, что ж я так, билды мне как-то, ну ладно, что это тестовые билды, ладно. Что тут, надо стараться, я так все близко к сердцу принимаю, всегда, все же. Не расстраиваться, это всего лишь, во-первых, видеоигра, это всего лишь тестовые модули, я еще не играю. Если вот играть, зашел бы, да, на основной сервер, а не на первый тест-арену, о, это было бы кошмар. Незнание, вот, важно владеть информацией, ребятки. Вот, смотрите, силовой монах, казалось бы, у него не должно быть Эпик Додж, ну никак, потому что по ловкости через Шадов Дансера там нужно, или хотя бы пора 10, Дефенс Ролл получить, защитный бросок этот. Но, смотрите, прикол в том, что Эпик Додж, и он, есть у него. И это дается бесплатно на 28 уровне монаха. Соответственно, я переделал, брал Садов Дансера, предыдущие видео, кто видел? Конечно, Садов Дансера это интересно, чтобы убежать, скрыться на виду, да и то там надо 5 уровней, не меньше, они с первого на пятый перенесли. Но, взамен этого я взял себе Спелл Резист 50. И убежать он может просто в хайд, за стенку убежать, у него скорости хватит монаха. Хотя, ограничение монаха здесь всего на 15 уровне заканчивается скорость, дальше скорость не растет. Базовый баланс они сделали. Они, видимо, все-таки с головой, ребятки, дружат. Все-таки, переделали под баланс, видимо. Вот Эпик Додж взялся автоматически, я на него больше не брал никаких... Вообще, вот для его этого умения, классного умения, ухода в первой атаке, нужно вот что взять. Додж, там был 30 ран, импрубит и Васи, он бексин сервов, дексин сервит и 25 плюс. Забываем про все это, дается бесплатно монаху, да, сервы делается чистого монаху. Взамен этого можно любое взять. Вот я еще хочу взять, вот я импрубит Спелл Резист 5 взял. Вот тот-то, конечно, тоже с головой чар был, который меня убил. Это опыт. Сейчас бы я постарался его против него простоять. И вообще, против него я могу создать анти-билд. Например, тот же Пали Мастер. Это он со своим скимом, скимитер. Наверное, у него вот этот еще навык есть. Где она? Я ведь ее взял или не взял? А мне она сейчас нафиг не нужна, кстати, импрубит инициатива. А, я вот этого Хоба Гоблина тоже переделал. Импрубит инициатива, это для сник атак. И сники атаки могут игнорировать отцы, если будет персонаж состоять, или что-нибудь, или Хайда. Полностью отцы игнорируются, для этого они есть. Да это так. Вот и импрувиванчивал еще лучше. Инициатива, то есть импрувиванчива, а еще лучше суперворный инициативу, но я взял. Мне не хватило бы. Я тут заставил консульмента, взял бесплатную, бесконечную маскировку. Ну, 20% мне нужно, до 50% не дотянуть, это надо до 40 уровня. Эпик Додж. А вот Эпик Додж, вот этому соблюдать пришлось. Соблюдать через ловкость, потому что это не монах. Вот теперь мы разбираемся с вами. Монаху дается даже при силовом монахе. Вот. А против того, который меня убил, я уже не парюсь. Да, сначала я разозрился, но вдруг, вдруг вспомнил. У меня просто мало билдов еще. Вот что важно, запомните, товарищ. На каждый билд найдется антибилд. И меня этот урод больше бы не убил, если бы я создал ПМа, Полимастера. Или того же ДД. Он просто бы его не пробил. ДД, ПМа, так вообще он бы... Все, он мне ничего не сделал. Вообще, ноль урона со своим скимметром, который у меня подошел. Потому что они накрыто рассчитаны. И они по ловкости, они по силе идут. Обычно, потому что это ловко. А этот уродный, тык-тык-тык-тыкал бы, и все, и по ноль дамаг наносил. Все, он просто отступил нашу скимметр. Но если бы он перешел на рукопашку, на рукопашку, возможно, 1д20 там чуть-чуть бы делал. Но все равно он бы запарился, не убить, я мог бы захво создать антибилд. Например, ДД, ПМ, тоже через... Я и такое делал, или вы не поверите, через декс немножко сила. Тоже на ЕД, ну вот и эпик додж, эпик додж. Плюс, целый консилмент, ну там не хватало, но это 40 уровня надо. Целый консилмент, где-то тоже 20, что ли. Ну 50 можно с импрувит инвизиабл делать. Он бы ничего вообще не сделал, не пробил бы, он запарился, он сказал бы, фу, да ну хер его. У меня еще 1000 хп было в ардифентаре. Ну такой можно было, но это сложно было. Называется ДД, Визард, ПМ, по-моему, так. Сам тут тоже попадал, но его пробивать, это на листону, не реально просто, вообще почти. Ни хрена, 20-ками, наверное, только. Еще и АЦ делал, потому что ПМ же. В общем, такой танк, ну, сложный билд. Но этот бы точно мне абсолютно ничего не сделал, но вообще, танки билд против него как раз. Я же просто за головой-то дружу, соображаю немножко. Да, знаю ДНД механика, потому что застроился какого-то, что он меня убил. Что я его, что парился вчера, да просто, у меня не все билды. Вот Салишторма Лутера. Вот сейчас мы вот этот зайдем протестируем, или что? Я его переделал, посмотрите. А еще хочу переделать его, найти, я так и не могу, вот руки дойти. Остальные эльфы потестировать. Их, Суна эльф, если... Это Солнечный эльф, или... Вуд эльф, Весной эльф, или Мун эльф, или Лун эльф. Ну или обычно там, которые дают плюс 2 базовое, вот это, докторите. На старте. Потому что у ДРО, к сожалению, должно даваться, но почему-то они переделают, что только харизма, интеллект плюс 2. А мне будет интеллект, ой, сфотом, мне будет ловкость, чтобы я взял селф-консилмент еще, свою монаху. Это обязательно надо найти. Вместо, вот зачем ему столько вообще, я не знаю, 50, вот спел резиденции, зачем много и так будет. Его точно сейчас монаху, его сейчас не один кастит, пил кастит на данном сервере не пробьет, потому что максимум взятый. Сколько здесь можно? Все. Но я еще взял вместо этой эпик скилл дисциплины, вообще-то, фокус, чтобы меня не роняли, к нокеру, чтобы убежать. Вот, но в принципе, в принципе, можно заменить было еще на плюс, значит, 6, 6 можно взять максимум. Потому что, значит, еще плюс 2 было, 52. И достаточно, нормально это, никто уже точно не пробьет, может 30 или велкап. Так вот, смотрите, прикол в том, ну давайте дотестируем или пойдем на Али Шторм, как лучше, ну давайте зайдем, чтобы все по порядку. В чем тут прикол? У этого монаха особо-то и не надо селк-монтре, но я вот привык, хочу, чтобы все у меня было. У него оно есть, вот, с M5 Body, но оно временное, опять-таки. А, нет, оно обновляется, но периодически, через сколько-то минут, может, следующее, через 5 минут, следующее. Вот, это фиксы все. Вот, короче, и что мы тут смотрим? У нас есть спелл-дистанция 50, у нас есть ED, ну я уже тестировал вчера, ну еще могу и сегодня. Вообще-то мне на работу надо, как обычно. Я уже хотел забить, но это сильнее, походу, у меня. Сейчас снова мишку одного хотя бы, ну и что он мне сделал? Я буду стоять и все, ничего не делать. Я не теоретик, я еще и практик. Не надо там, это, сильно-то уж так. Ну-ка, еще одного мишку вызовем. Ну-ка, а, я пока сейчас не уйду. Давайте еще одного, пока я так делаю. Два, два хотя бы. Ну-ка, давай, появись. Два хотя бы, да. Так интереснее, все один-то. Один понятно, что он ничего не сделает. Ну, давай. Ну, давайте, что-нибудь. А так, 50% привади. Ну, ну, что этого не сделают? Ну, ничего. Вот, только в ШД, вот, потому что я его убрал. Вот еще и дамаг приду, что у меня 20 есть. Это, вот, perfect cell. Где он? Ну, уед, ой, уед забыл. Где он дамаг, байк, 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 байк? Байк, 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 байк. Это МН, да, укрсетек. Там, кодек, байк. Еще можно и дамаг, байк. А вот, вот, он, ну, один пробил, ну, что у меня тут один. Я еще регенерацию надо взять обязательно, эти. Так, регенерует все. Пойду-ка, я заберу регенерацию, пока я тебе, уроды, ничего не сделаю. Он и там был, все спасает. Да где выход отсюда? Сейчас нам две регенерации. И это, вот, спам, собственно, этих можно сделать. Ну, станем пис... Давайте загружайся просто быстрее. Вот, станем писал, кодек, и взял еще колец шоссу, чтобы замедрять прогулку. Это все ладно. Сейчас я объясню все. Игорь Крю знает, ну, Сань. Я знаю, что тот урод меня расстроил, конечно, затроллил козел, блядь, поездил. Ну, его вообще-то сильно потерял. Тогда, что я в сорок это его убил, начало-то хорошее было. Но потом-то он меня начал валить и валить, когда взял скимитер, закраптился. И я расстроился, думал, да что ж такое-то, да как же найти-то антибилд-подход таким, чтобы победить-то этого урода, блядь. И забыл совсем, что есть и ПМ-ы, и ДД-ПМ-ы, и все. На каждый антибилд зря я расстроился, короче. А вот теперь эти уроды вообще ничего не делают, вообще. Вот, это регенерация уже, да? Вон, Хиали, два. И где они? А куда они? Они уже испугались и смылись. Вот, вот, ну, вообще, ничего не сделаю. Давайте, если спамим его хоть, куда хоть четыре. Ну-ка, вот это вот очистить, да? Все. Ну, где эти уроды? Пускай их спамятся. Хоть четыре, я сказал. А, я ее с четыре. Раз, два, три, четыре. One, two, three, four. Да, ну, где четвертый? Три, думаю, мы их. Они еще там друг на друге, что ли, сидят? Ну, давайте. Посмотрим. Если начну атаковать, вам пиздай. Так, нет. Ой, это кончилось. Да, блин, и нельзя сделать ютерь. Ну, вот, пускай, пускай, у меня тиригент стоит. Пускай меньше защитывает. Пускай проигрывает. Там ЕД у меня еще есть. А что ЕД-то не пишет? Почему ЕД не работает? Эпикдот, где, куда делся? А, вот, иногда работает. А через сколько я могу? Странное тут, конечно, ютение. Ну, вы видите, сразу, вот, давайте, минус один. Пускай попадут, пробьют. Ну, как-нибудь. И сразу отреагируем. О, критикал. Нормально. Критикал пробил. Сколько, кстати, было? Я вот сюда смотрю. А, ну, 180, 186. 4, что ли? Во, 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 замечательно. Что, ну, куда я найденную эту херю? Через какой-то, наверное, глядый? Через минуту еще 17 секунд. И мы их сожрем. Это все тестируем. О, она сама уже так будет. Да, ну вас нахер вроде. Вот я бы, я, конечно, повалевался. Но нет, не таким билдом. Мне надо еще потестировать не на дроу, нахер дроу. Ну, нет, дроу нормально. Да, класс, нравится. В природе. Хорошо. Но не на монахе. Потому что монах и так спелл резист свой возьмет. После 12 уровня. А вот от этого навыка. Ну, вот что значит знание. Помните, запоминайте. Метчики. Емон, соул и все. С первой сестанцией. Растет. Ну, что, можно? Нет, но и кастить эту херю. Да что ты будешь делать-то, а? Кребата. А, отрицатель. Как это все долго? Не знаю. Сейчас я все сооборожу, все сделаю. У меня, что-то, на работу будет. Ну, что такое-то тут? Этот урод, который мне вчера бесил, позавчера это уже было. Вот с пвп бесит иногда, когда выходит, особенно анти, который ты не ожидаешь. А тут всяком. Я был сполкассером, а он дошел анти сполкассером. С СССР со своим. Еще и EDE позабил. Безусловно. Вот, теперь. Теперь они у меня вообще ничего не сделают. 50% идет, да, тут? Такого нет. Ну, как бы нет. Да, не пишут вон. Не вижу. Где-то на пишут вон 50%. Вон, вон, 50%. Я подписал, да. Все, отлично. Ну, теперь включаем. А, уже включено у нас. Куда я успел? Я, видимо, на автомате всегда. Ну, и все, и мы, чем Миша. Все добиваем. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Минус один, можно сказать. Его добьешь, да, и все. После станок второго. Ну, поем этот, поем. Тан-тан-тан-тан. Станем писты, это отлучающий удар. А, пошло дело. Давайте отмокруемся. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну-ка, поговорим с ними, чтобы они испугались. Твоя душа будет манее. Вампиров, кстати, надо будет потестировать. Твоя смерть будет прекрасней. Вампир покушал. И этот урод, да, его не пробьешь. Он, блин, с ЕД, из 50% консилмент. Сложно было бы его выносить. А у него с Ким, и у него по-любому есть этот. Ну, этот, импровид инициатива, она хорошо пробивает. Плюс с Ким. Еще с Ником можно одного вора взять. Вора или этого типа злого. Одного ассасина. Все, Дэта, так да. Он, конечно, пробивал моего С. Он соображает механики. Это непростой человек. Я ему написал, ты very good put, билдер. Когда мы попрощались, я извинился, за свое нападение в Кубик. Я сказал, ты сечешь парень. В билдинге, в ДНД. Сразу у тебя определяется, кто лох, кто нет. Видно, кто новичок, кто нет. Ну, новичок, короче, так, ну, что-то опять. Сразу видно хорошего, толкового билдера. Он понимает механику. Потому что он с Ким взял, он не просто пошел так. А он с Ким своему взял. И, да, который пробивает АЦ, если там профинициатива, или из Хайдмова с никами. И просто двадцатками, или как там, ну, считается это. Знает оружие, которое лучше бьет. Фиапан, Финоси, точно у него взято ловкое владение оружием. Я уже сейчас анализирую. Я знаю, почему он меня пробивал, почему я проигрывал. Хоба Гоблином, еще каким-то долбом с ним пошел. Ясно дело, что это. Ясно дело, что проиграл. Хоба Гоблин, это силовой. Но силовики особо-то не усыпать. Толковый силовик в М. Но Декс, вот эта вот ловкость, если замученный, заделанный под Эпик Дос сложнее такого пробить. И еще и консилмент есть. Ну, там, в планете сложный его пробить. Но тоже возможно. У меня просто кривой чарблин. А у него еще закрабченный, у меня голый был. Вот в чем проблема. Хоба Гоблином этим уродом я не смог его убить. Да это у меня кого этот тест-то был? Набросок за пять минут сделал. Набросок всего за пять минут сделал. Вот он, где оба Гоблина. Бернинг, ну кого это, ну... Ну, как? Я думал, что хоть что-то сделаю ему, но я ничего не сделал. У меня фонмастер. Так я еще кого это? Двухоружие... Двухручники я сделаю когда-нибудь. Эти кто они? Через Рейнджера, Монаха, Надвикама и Плюс Семпионов Торм. Вот там-то веселуха начнется. Девять атаковый раунд будет. Двух это... Шесть, по-моему, и там. Семь-восемь, и Хас-девять, да. А, еще нет, десять, десять, может. С этим еще, шквалом ударов. Вот там-то бы я этого из-за КД шел, и все КД тут у нас. Возможно, даже пробил бы его все защиты. Вот я просто еще такого билда не... У него просто не было еще билдов, и до сих пор нету, чем отразить его билд. Я бы сказал, давай, я тоже файтер, давай еще один на один попробуем с тобой, попытаемся. Удача на чей стороне будет. Хотел сказать, как карта ряда с новых этих эргонных вооружений, да. Этих, эти... Эргонные, как вам звать? Речи, или? Заражения, не надо вообще таких. Надо нормально обучаться. Культурно, это лучше, информацию не несет. Вот. Если бы я выбрал, уже создал какого-нибудь там нормального контактника, а не таких, которые на скорую руку, я бы, может, и смог ему противостоять без всяких спеллкастеров. А если бы я, конечно, сделал Визарда ПМ, а то 30 уровень, видите, сложновато сделать этого Соркер БГ ПМ. Не хватает уровней, не хватает, чтобы подставать нормально с спеллканом, но не хватает. Соркер БГ Монг, чтобы убегать от этого мая. Соркер БГ Монг. Не хватает, но что я сделал этот дрон, да. Можно, конечно, его пытаться через Соркер БГ, он бы ничего не сделал. Я просто забыл, что вчера я вот так и написал, лоханулся, блин. Ну, опять эти выражения с разгонами. Это молодежный сленг, блин. Вот, короче, я вообще забыл лечить, ой, лечилки использовать. Я бы стоял, он бы, может, сам убился об меня, об мои щиты мага. Но я забыл, я давно не был, ПШ, простите, Игорь, я уже сказал. А если бы я сделал Сорк БГ ПМа, Пальмастера, вообще иммунгритом, еще ДР можно взять, можно сделать такого вообще, вот через Гнома люблю делать, или через Дворфа, Соркера. На Эпик Дамаг Редукшн через АЦ, ХП Соркер, как называется, хитпоинтс. ХП Соркер. То есть, убитый в Конституции, в это, телосложение. Как еще они правильно называются, эти, не боевые маги, а... Защитные маги, это, наверное, защитный маг, да, защитный маг. Если бы я его сделал, жирного, как еще они говорят, ХП, убитого в жизни, в очке жизни, он бы просто разбился в моих щитах, о щиты. Он бы ничего, он бы не успел, он бы лечился бы, но я бы, не знаю, он бы вообще убежать мог, он бы на как-то, СССР. Ну, не знаю, там была бы ничья у нас, я уже так взгляд. Вот, знания, знаете, важно. Или он бы не пробил меня. Убился бы, вообще-то, да, и все, я бы лечился. Лечение у меня, естественно, вкачиваю. Надеюсь, сейчас открою, есть хелл. Ну, что-то маловато лечение это. Вкачивает он. Ничего, это поправимо. Переделать, да, и все, быстренько. Ну, и пару, долго, сколько переделывать. А что у меня лечение такое хиленькое? Что-то хорень такая. Как бы я лечился бы. Сейчас только обнаруживаю его уже. Так, это и фиты полюсов. Ну, окей, что некромантия. Но лучше, конечно, вот эта иллюзия есть, что не все знают спасение от ужаса. Спелл этого девятого круга. Оно бьет не по некромантии, как некоторые думают. Спасаются, пытаются защититься защитными спеллами против некромантии. Защита против смерти, все дела. А не хрена. Этот бьет... Вот у гзумов можно он бесплатно дает иллюзию. Первый. Этап, это... Как она называется-то? Спелл фокус. Это где-то, куда-то подевался-то. Вот, спелл фокус и иллюзия. Он бесплатно дается. Первый. Можно довести до... Гориад спелл фокуса. И, в общем, пробить... Ну, некоторые знают, конечно, защиту от этого спеллова. Что через мозг... Это же действует на мозги, на... Разум. Или защитные там... Point Blank Shoot. Вот этот... Mind Разум. Mind Blank Shoot. То есть, ну, такие вот... Защитные заклинания. Как там он? То, что спасет. А я ведь еще забыл юзать. Вот он как раз закрафтился. Этот урод. Никогда я его теперь не забуду. Первый ПВП здесь все-таки был. А как может это быть? Я забыл юзать, например, вот. Я почему здесь... А где оно? Вот до сюда я не доходил. А в касс уже бы легче было. А ты резист, элементы. Как я мог? Вот эту юзал, вот эту, наверное, забывал. Щит дал мне поглот к иммунам. И все. И вот раз. Все. Вот все, что надо было. Даже не обязательно уходить в этот. Наоборот, что лучше даже не попадал в кончермент. Пусть бы попадал и убивался у меня. КП, блядь, ну, вообще не закрафтил. Сто хп, ну, кого это? Конечно. Было бы чуть побольше хп. Я облечился. Ну, стоишь. Лечишься, стоишь. Лечишься, стоишь, лечишься. Он убивает тебя, он отойдет просто сам. Вот же я лоханулся все равно. Прикольно. Такого, чтобы я больше не делал никогда. Позор мне. Как можно было уступить какому-то недоконтактнику или наоборот в дне оружия? Если бы БМ был силовой, понятно. Можно проиграть. Так он бы снял меня с пары критов. Все. Вот эти сто улетели бы за один хит. Ваншот. Луч никогда. Но какому-то проиграть декстовику, блин, контактнику, это позор. Зашкварка была. Опять началась. Вот. Кто это? Урод? Не тот или не тот? Урод дошел? А ну-ка поговорим. Кто там зашел? Ну ладно, нельзя недооценивать. Я тогда вот недооценил и господи поиграл. Ты кто такой? Судя по фотографии, крерик будущий с крериками опасно, конечно. Да, но все равно не знают фиксы. Вот. Ладно, я себя ну-ка попробую. Вот. Спелл-ресистанция депрессия. Почему я вчера пытался его, или позавчера это было? О, кстати. А тут пишется сколько? О, спелл-ресистанция 22 стало. Что это? Оно прямо нарисуется на картинке, что ли? Ну-ка, теперь базовая-то сколько было? Вот. Это интересно. Пробить спелл-ресистанция защиты. О, неужели они в новинтерно-ношительном здании сделали все или пишется? Вот. Обращается в картинке. Это здорово, если тогда бы не отображалось. Ну-ка, сейчас больше 22 будет. Оно только теоретически отображалось. Ну, давай ты, включайся. О, вау! Оно действительно 10 снимает. Класс! Что пишется? Да скольки ж я ему понизил-то тогда. Вот она, спелл-ресистанция снимает. Где она пишется? Вот, видите? СР, спелл-ресистанция защита от заклинания. Креатурис, видно, орел, эффект 2, 10. Вот. Спелл-вилл, ловер. И плюс вот этим я еще снимал ему спелл-ресистанция. Этого СР. Здесь что-то маловато. 13. Снял он с него 13 СР. Ну, если вот у меня 50, смотрите, как считается. На монахе на моем 50 СР. Видели, да? Что-то он может сделать. 52 монах. 50, скажем. Ну, возьмем плюс-минус 50. А он сказал, у него, по-моему, 2 СР всего. Он даже выразился сколько. А когда у него 40 было. Ну, у меня, видите, дело в том, что чарта воз... Если бы я не монах, чистый надо 40-ку делать чистого. И БГ хотя бы 3 или... Пол 1 на 3. Потому что здесь по 3. А 3 на 3 на 3. Говорю, не меньше 3-х она не возьмется. Уровень не доделался, к сожалению. Это... Это фикс сервера данного. Надо 3 здесь. Они любят цифру 3. Не меньше 3-х, чтобы для мультикласса было. Поэтому... Максимум Соркер 27 можно сделать. И БГ, и РПМ 3. Вот тогда бы, если считать 27 моего уровня Соркера, против его, сколько там у него было? Ну, 50 даже. И 10 понижаем. Так. Так, 50. Не, у него 50 точно не было. Ну, даже если по максимуму. 50. Минус 10, 40. Минус 38. А у меня 37-й. Ну, вот уже пробивал бы с пылами. 37-40. Уже пробивал бы по максимуму. Ну, у него 40 где-то было. Я бы его пробивал, с меня был чистый. Вообще, вот что значит знание. Вот, ну-ка, вот смотрите, сейчас оно все премьерами смеется. Коченька не делал. Соркер 32. А теперь защита, свой друг. Разбиваем. Ну-ка. 22. Видите, как работает? Работает. Это работает. Выступаю, тут еще Пуэлл, пошли подуэлимся. Блин, да дайте пробежать, а не друстая. Я тебе повыступаю. Кстати, вот я так и не понял, но Пуэрта, Дебалдор, вот этот херь. Там, наверное, еще я, кстати, не закрафтился, ничего. Петр Петрович разберется, он только начинает еще. А где, вот почему тут нету посохов никаких? Фродаж, Сно Балалдургс Гейт не нашел, так и не научился там кастовать. Там, наверное, книгу или какую-то. Что тут? Нету посохов, это для битья посох, это не тот. Он вот здесь в магических идет, для констатирования. Я спелкастер, читаю, не закриняю. Ой, я так могу бесконечно, мне сейчас на работу надо. Все, ты кто? Давай поговорим с этого. Я уже его ущемел. Падение МОСР сейчас пониже, ладно, а то что, забавно, здесь не надо. По резистанции. Я вам, вот, по данным видео всем новичкам специально работаю и книгу уже пишу по ДНД, РПГ. Со всеми базовыми, я же писатель, со всеми базовыми абвиатурами и их значением переводом с английского на русский полным значением. Для новичков читайте под описанием. Там будет интернет книга у меня такая, википедия как бы своя. Это для новичков полезные знания. Что значит ССР, ХП, АС, АВ, ДР, ЕД и так далее. По этому поводу, но их очень много значений сокращенных. А то они общаются туда, это же, как сам помнишь, я новичком был. Все это общаются, я не понимаю, на ком они скептируют. О чем они говорят, люди, игроки. Как что за ССР, что за ДР, что за АС, ХП, ДД, ПМ, АВ, ГБ, ДБ, ББ, ДД, ДД и так далее. Пошел, пошел, пошел. ДД, например, кстати, написано. А новичкам это сложновато, непонятно, о чем вообще общаются-то. Что такое ПВЕ, ПВМ, ПВП, ну ПВП это все знают. ПВМ плавает, смешно. Монстр, смешно, да, я тут все перевожу. Дошифровываю в АЮ, для вас стараюсь. Понятно? Может спасибо за это, Группировичу сказать. Новичкам сложновато, да, особенно в ДНДРПГ, где кубики еще 1д20 роллы. Кстати, вот это сложнее было мне понять, как новичку. И то понял. Потом, со временем. Там роллы, это кубики, как бы, ставятся виртуальные, как бы, условно-виртуальные. Это лотерея. Вот как выпадет против вашего билда, вот то, что вы создали. Ну, давайте, сейчас все покажу. Я хотел на ресторан зайти, просто как раз посмотреть, сколько у нас тут билдов. И антибилды найти против его билда, подобрать. Где они тесты? Пошли, 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 пошли. Пошли, и он у меня, ну, сто, я не закончил. У нас там около ста. Плюс. У меня там сохраненка отдельная еще с большим делом. Вот. Против вашего чара, например. Вот шифтер я хотел кто-то с... На вампиров потом тестюк. А что он недоделанный-то тут? Во! Против ваших вот этих вот всех параметров... О, ни хрена, у него еще и статуи такие огромные. То есть, эти подброски. Вот это шифтер, так шифтер. И отцы большой. И она еще и превращается в нежить. В монах. У меня тут Станнер, это моя личная разработка. Станнер, антистаннер. Плюс иммунитет к магии смерти, к сникам, к... Ой, к Ридам, ко всем к Станнерфистам. Это моя личная разработка. Убер и пупер. Вот он сейчас бы ничего не сделал. Тот бы мне ничего не сделал практически. Увластил бы урон. Да все, регенерация опять. Но я вот вряд ли ему ничего сделал. Со своим едой, бесит у нас еды тут. Бесплатная дали всем монахам еды. И они начали пользоваться. Плюс сел консернет. Я-то бы его сложно пробивал. Не знаю, что бы я ему сделал данный билл. У нас ничья была бы. Опять ничья была бы. А вот против такого, кстати, Вот они, да, пошли мои? Дефендер. Ну вот же они. Палимастер, Дефендер. Ну вот он, вот он. Чего я бы хотел вам сказать? Он бы ничего не сделал. Ноль дамаг. Не емункоритом, потому что емункоритом, точнее, не крит бы его не прошел. Не, я бы не прошел, потому что емункоритом. Не прошел. Не поглотил. Вот 26 поглота. Ну он ничего бы не сделал. А я бы двадцатками его убил. А он ноль дамага. Понимаете? Я бы двадцатками его убил. А он ноль. Потому что полный поглот и эпик. и вот она есть конституция но я бы может не двадцатками, но я бы видел какой дамаг там там удивляюсь в старом билд, вот это кто досюда смотрел вам очень повезло крупно повезло особенно для такого сервера там как раз рп и приключения, вот такой билд подойдет вы танкам будете защищать где эпик дамаг, во никто ничего не сделает, по нулям будет ни критами не продает, это моя личная разработка танка супер-пупер, которого никто не пробьет практически только двадцатками рдд пробьют ВМ рдд то у меня есть красненькие? ну конечно есть, куда я? у меня все есть о! ну че себе с вибой будет, вот это дамаг это воин контактник у меня все есть Григорь Петрович уже 20 лет занимается ДНРПГ хех, испугался какого-то этого да что бы я больше его не видел и не вспоминал о нем испугался контактника я просто подзабыл механику и у меня просто анти не было вот если перенести вот эти все чары на тот их сервер их можно контактник долго а нельзя тут же сороковой а че то я заряну ну еще подберу, соображу тут же тридцатый ревелкап вот на данном сервере а не забывайте, а я че то забыл и расслабился вот еще че сложнее ну давай загружайся, че такое мммм в чем проблема че так долго было ну-ка еще раз мне это не нравится во ну-ка вот смотрим ой видите тридцатый ой вот тридцатый надо не смотреть, не забывать ой недельный ревелкап тут вообще почему-то двадцатый они тоже своеобразно она релиз тридцатый порта де болдур сороковой все-таки удивительно конечно это все интересно вот сейчас сколько было двадцать игроков уже тридцать два постоянно меняется а тут раньше было рефреш обновить не надо было так выходил извиняюсь вот уже тридцать три растут коричневеков ну все че то я а на работу надо а я сижу я же обещал забросить все никак не могу забросить под каждым видео пришел это уже привычка заброшу точно сейчас и говорю нет я точно заброшу не заброшу сейчас нет все это vem И так не мог бы, я как наркоман думаю, засемнее меня, но все равно когда-нибудь заброшу, а может и мне паузу возьмем к нему, я сейчас под этим видео обязательно напишу, что все это, последнее видео, точное забраться и все, и не вернусь к этому, сами билдите, что Игорь Прюзил, он все и так рассказал, подсказал, 35-6-летний старик, вот, особенно в психологическом плане, уже старик, чувствую себя, потому что много знаний, загруженная голова, надо разгружаться, в такая погода стоит, такая погода, я пошел, горячего, я сказал вам все это, переделал, переделал, до ума доведу все билды, переделаю, подровняю, и будет нормально, не буду больше так позориться в ПВП, как я на том видео позорился, и вообще пиздец какой-то, и не надо грязно в ПВП делать, надо по-согласованно, один на один, а не нападать так, а то они с мобами дрались, а я прихожу на арену и начинаю их хвалить, это неправильно, это некрасиво, во-первых, неправильно, некультурно, это грязно, я за чистое ПВП сам, просто это было первое, даже я сказал в том видео, это было не даже не ПВП, а ПК, это некрасиво, это грязно, это неправильно, это уродство, это неинтересно, это неправильно, это недостойно, когда ПК, ПК и чистое ПВП, это совсем разные вещи, когда все с секундантами, что игрок вот готов, да, и второй готов, вот это чистая дуэль, нормальная, а не так напала с подтишка, вот за что меня не любили на Али Шторме, я сам признаю, за что я и проиграл в турнире, мне дем поставили, припомнили, 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 все наказывается, но я больше не участвовал, я не хочу больше участвовать в турнирах, осадок неприятный мне остался, но смотреть с удовольствием, смотрю турниры, если идут и допускаются зрители, с удовольствием, сразу обсуждаю, говорю, я там лучше молчу на турнирах, просто если записываю даже запись, мочу, ой, молчу сам, но все понимаю и наблюдаю, какие билды, примерно антибилды, и примерно уже даже прогнозирую, кто дойдет до полуфиналов, до финалов, это интересно, на релит сервере, на основном, кстати, тоже есть турнирные арены, вот кроме вот этой вот, на самом сервере, арены есть, значит там турниры, возможно, тоже, так и не дочитал еще, если я на форуме зарегистрировал, надо почитать, в поиске, написать турниры, есть, нет, полуфиналов, скорее всего, есть, но редко очень, раз все-таки это рпсер, но арены есть на данном сервере, что, кстати, я нашел в андердарке арену, что на поверхности арену нашел, в некоторых городах, в мирах, там, еще миры-то разные, города и все странно, карты. Нашел парочку аренд, что на поверхности, что в Андердарте, в подземье. Вот, кстати, Waterdeep ждем на подходе, пока его тестировать, но долго будет тестировать. И обязательно зайдут, тоже очень известная в мире Fargotten Realms, Пайруни и так далее известная. Глубоководье этот город, Waterdeep, очень известный город, тоже как Андердарк напоминает. И вот, мы туда зайдем обязательно обозрим, но когда еще его поднимут. Мне нравится одно название, только прогнозируют данному серверу тоже быть в топах популярным. Поначалу, дальше посмотрим. Будет интересно, когда все его ждут, ведь он еще красный, специально выделен. Ну как, это вот паролем, но он выделяется. Альфа, Waterdeep, все его ждут, я тоже. Я же обзорщик и тестер Дэндоль ПГ Игорь. Как бы Игорь Петрович не зашел на новый сервер с таким громким, известным мне ему названием, да зайду, конечно, обозрю информацию и поделюсь. Ну ладно, все. Знаю, знаю, что там форум спалился, но я специально туда не захожу, пока в севере не это, не читаю там ни это, ни физ-скриншоты, ни видео не смотрю. Наверняка есть в данном сервере, чтобы не разочаровываться преждевременно или наоборот. Ну в общем, спойлеры не люблю. Знаю, знаю. Я спалился, я сам видел, но я пока не захожу. Ну почему вот так подолгу не дать? Ну-ка, если консел. А теперь дубль 2, еще отсюда. Вот сайт, кому интересно, уже можете. Ладно, врать не буду. Весело, да? Интересно. Ах ты ворум. Да нет, я усердил. Мельком я глянул. Ну там надо регистрация, чтобы подтвердиться даже это. Особо ни скриншоты, ничего не разглянул. Мельком я глянул. Ну давай, запустись, пожалуйста, ты не мешаешься. Что так долго? Проживаешься. Ладно. Ой, что это? Лен, ох ты, я первый раз вот это увидел. Серверы, где их расположены. Лен, долго. Что такое, с интернетом проблемы? Мне надо перезайти просто в игру и переконнектиться. Я уже понял, что проблема. У меня, наверное, на интернете проблема. Но сайт я уже спалил, в общем, этого. Я там раз побывал, был откровенен на их сайте. Ну ладно, что брать-то там? Тоже жду, зашел, но я пока не принимаю участие в БД-тестировании даже, наверное, от Вальфа-тестирования. У меня, наверное, уже повисло интернет что-то. Я сейчас перезайду, пожалуй, договорю. Что-то мне это не нравится крайне. У них сервера упали. Первый раз такой вижу прям много. Или у меня интернет упал сейчас. Отключение, наверное, произошло. Так, переконнектился. Смотрим. У меня упало, значит. У них все нормально. У меня упало. С интернетом что-то, этот, растериком. О, вспалил, какой у меня провайдак. Чудит, видимо, сегодня. А нет, если долго, если он хочется, я уже с утра сама сейчас обед. Обед? Мне, кстати, идти надо. Все. Где он? Вот сейчас все покажу. Ой, что? Ватерби. Мне показалось, что допустили его. Где Ватерби куда делся? Вот, Ватердип, точнее. Вот его сайт. Кому интересно, смотрите. Я пока особо скринсот, и там видео даже есть. Ну, это с предыдущей версии. Это до EE. На интернете EE. Он был, тоже существовал. Я его не знаю, не смотрел, не заходил. Жаль. А для EE они все улучшили. Вот тоже Baldur's Gate. Видели ролики и все. Я там уже был. Для EE и AR Elite. И все улучшило много стало. Все улучшают. Прием нового AR Elite. По возможностей вот этого Sync, Neverwinter, улучшенной версии графики. Вот это все. Вот Skybox. Теперь видите, как улучшают ее. Теперь много моделек и все новых. И графики, и все улучшается. Поэтому Ватердип будет в новом видео. В новом обзоре. В новом виде, или как сказать, в новом свете. По-новому, так сказать. Вот это... Есть старое видео по Ватердип. Ну ладно, буду откровенно. Но смотрел я, да, на эту полю. Смотрел. Что врать-то буду? Прямо все. Смотрел уже старое видео по Ватердип серверу. Старое. Ну, 50 на 50. Понравился, не понравился. Смеешь. Но я там не был, там пока что говорить, но о том чем-то не было. Но посмотрим для EE. Для EE еще никто не был. Только с разрешения разработчиков можно договориться, чтобы в Альфа тестирование принять участие. Но это надо договариваться, регистрироваться на их форуме. Я не буду. Пока. Я подожду открытие официального. А то еще с багами. Ты себе можешь помочь? Вообще-то разработчику можно помочь. И станешь еще избранным там, все любимчиком, DM-ом, все такое. Администрации. Но мне этого не обязательно. Можно и так заслужить. Хорошим поведением, примером. И соблюдением правил. Если соблюдать правила и быть, ну, законно послушным на том или ином сервере, это к серверам относится, а не горь, проверяем. Тогда нам все равно. То вы и так будете у администрации или у кого-то, там, ну, не то чтобы в списках ключиков, а в списке положительных игроков так что ли выразиться. Есть отрицательные, кто нарушает правила, кого они забанят в итоге. Есть положительные, кто, к кому они относятся нормально. Хорошо, что вот все соблюдает, пускай играет. Играет. Ну, можно не трогать. Я вот 50 на 50. Я бываю такой и такой. И не могут некоторые определиться. Но я, у меня свойство такое есть, неудобрость я. Что я выхожу из ситуации, ну, у меня такое просто есть. Природой так заложено. Я найду выход из ситуации. Если знать, главное, язык и все. Если английский знаешь, более-менее. На Порто де Балдоро, вот эти, на испанских, французских, у меня там сидел, там ничего не знаю. Вот. А на этих могу выкрутиться. Как-нибудь постараюсь. Отыграю по отыгрышу роли и так далее. Вот как на арене, например. Я вчера напал, я мог бы, даже если бы начали, там, демы или админы. Ну, тоже нельзя, конечно, под горячую руку лезти. Что, что ты напал-то так, даже без предупреждения чего? Я бы сказал, так, во-первых, это арена. И смотрите, сейчас самое смешное, что я вам скажу. Во-вторых. Во-вторых. Вот смотрите, сейчас зайдется. Нормально. Я же дроу. Вот он, он так красный. Я же был дроу. А они-то нет. Я враждебным в априори. Вот я и напал. Защищался. О, видите. Отмазался. Да, умно. Вот я умею так. Грамотно отмазываться. ПРП. Я дроу. Я увидел врагов. Я вышел из Андердарка. Они же злые. Вот видите, во-вторых. Дроу. Жители к Андердарка. Враждебные существа. Всем остальным. Вселенным поверхностям. Расам. И вот. И все. Я бы отмазался. Да не все так могут. Это надо знать механику. И с этим ДНДРПГ. Ну, то есть, нет. Это, 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 нет, нет, нет. Это неправильно называется. Не механика. Вот это вот. Историю вселенной. Вот это вот. Парготом Вилус. Надо знать еще. Кто там. Кому враждебный. Вот это интересно тоже читать. Изучал. Пока что. Не углубленно. Но. Косвенно изучал. Да. Уникал. ДРУ. Враждебной поверхности. Андердарк. Враждебный. Сюрфейс. 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 Поверхность. Вот она как раз тут. Сюрфейс. Поверхность. А вот это вот. Андердарк. Но они все равно между собой объединены. Так. Ладно. Все на этом. Надо заканчивать. А мне на работу вообще-то надо. Я тут. Вот. Ходерс. Андердарк. Интернет. Садохова. Не знаю. Все три дополнительные. Они все вложены сюда. В расширенное здание. Ну все. Ну все-все. Ну все-все. Вот это все-все. Когда ты закончил. Все-все. Все. Спасибо всем за внимание. И до свидания. С вами был Гарри Крюч. Я не знаю. Прощаюсь я надолго. Или нет. Время покажет. Вообще я охотываю отдохнуть. В рфг. И заняться реальностью. Эти дела копятся. Не делаются. И со здоровьем. Вот такая проблема. Из-за того, что. Много времени. Не надо сильно просто задорачиваться. И будет все нормально. Правильно. Если это. Умные люди. Нужно приложить. Тут-то как раз. Умные нужно приложить. Вот это мне нравится. В конструкторе. Вот это. В билде. Создавать свои билды. В механике. В стулсете. В скриппинге. Там надо знать. Все свои умные. Модули создавать. Но на все это. Нужно время. Вот. Ну. Есть знания. Просто время. Так. Что здесь. Что-то проблемы. В реале. Блин. Что-то. Пылька. Это. С стольми окна. Как-то залетело. Блин. Ну ладно. Все. Надо дела переделать. Я заканчиваю. В общем.